Ребятишки, здрасте, огромное, огромное, извините, я не сделал это с утра, замотался, закрутился, короче, у меня какое-то раздрайвное утро, а уже совсем не утро. Вот, и огромное, огромное спасибо тем, кто участвует финансово в помощи сбора на камеру. Я предлагаю вам либо здесь комменты кинуть, либо их подготовить на стрим, вопросы, тема для обсуждения, скорее, предпочтительнее тематики караванинга, путешествий, либо какого-то вот моего бездомного, безоберного образа жизни, ну, в смысле моего, такого, как мой, не нужно меня там обсуждать, я готов обсуждать тебя. Вот, ну, смысл понятен, да? Чего бы мне не хотелось сегодня обсуждать? Мне бы не хотелось бы обсуждать то, что понятно даже людям, у которых, ну, слабенько с развитием. Я об этом говорю, потому что я вынужден был заблокировать некоторого человека, предположительно, он из Украины. Такого не часто у меня происходит. Вот, и если предположить, то это вот правда человек такой, за кого он себя выдает, ну, мне сложно обсуждать вот вопросы, которые его беспокоят. Почему? Не потому, что я эгоцентричный, высокомерный пиздюк. Может быть, есть такие грешки во мне, но в данном ключе мне сложно обсуждать вопрос твердости мягкой поверхности, да? Потому что это звучит достаточно странно. Вот, чтобы было больше ясности, то в комментарии, которые вы, конечно же, не найдете, вот, и лучше вам такой не находить речь, свой эмоциональный фон в порядке. Человек путает экономическую ситуацию в стране, либо даже какую-то добропорядочность ответственных лиц в стране с геноцидом. Вот, например, когда говоришь, что зачем вы меня убиваете, либо там, зачем вы вот здесь вот людей убиваете. Товодится пример. Как вот наши тоже, понимаешь, зарплата-то, блядь, 100 долларов всего у меня, блядь. Вот, на что мне хотелось бы сказать, я знаю, что ты посмотришь, я не знаю, я даже предполагаю, что ты не засланный казачок. Вот, я предполагаю, что ты правда мыслишь так. Но я тебе, знаешь, чем предложу подумать о том, что, знаешь, о чем подумать? Смотри, ради тебя практически. Ну да, ради пацанов про стрим сказать. Ну и ради тебя сейчас трачу минуты. Вот, ну просто вдруг, как бы ты живой человек, просто плохо пользуешься вот той хернёй, которая здесь вот лежит. Смотри, возможно, ты недоволен политикой страны, в которой экономической ситуации ты оказался. Что ты можешь, к примеру, сделать? Вот, я был тоже, я жил в Беларуси, зарабатывал, правда, я больше зарабатывал, чем ты обозначил, 300 долларов. Меня этот вопрос не удовлетворял. Я напрёк немножко жопу, мозги. Ну, я не умный парень, я умею только руками работать. И организовал свой профильный бизнес, то есть, чем я занимался в Жессе, но стал этим заниматься и предоставлять услуги таким способом, такого качества, что стал зарабатывать от тысячи до трёх. Ну да, до кризиса. После кризиса, конечно, три я не видел, но косарь я видел. При том, что большинство госслужащих в Беларуси за 300 долларов. Это вариант для таких, как я, тупых. Ну, тебе-то уже, думаю, сгодится. А, как можно сделать? К примеру, я могу предположить, что вообще невозможно, но так, блядь, страну двери уже до ручки. Вообще-то никак не организовать. Что ты можешь сделать? Опять по моему пути, глупого человека. Поехать в страну, копить деньги, как я это сделал, у меня их не было. Делать визу и поехать в страну, где горизонты для развития и роста безкрайние. Вот. Ну, либо вообще поехать туда, блядь, кого ты, в общем-то, в своём комментарии выгораживаешь. Кто пришёл в твою страну, если ты, конечно, из этой страны, что не факт. Её, типа, сделать лучше. Потому что никто не держит. Вот. А, да, ты заблокирован, кстати. Я уже сказал, да? Вот. Ну, правда, как бы. Возможно, ты живой человек, правда, так думающий. Но ты не заметил по моим видео, что я не задаюсь вопросом о, правильно ли в данной ситуации поступает некое государство. Ты не заметил то, что я чётко знаю ответ. Если даже я заблуждаюсь, и, к примеру, допустим, хотя это чушь полная, но если даже я бы заблуждался бы, ты не увидишь, с какой тотальной уверенностью я утверждаю о своих точках зрения. У меня нет сомнений. Ну вот. И я на всякий случай тебя выпиздил у себя с канала. По крайней мере, ты писать там ничего не можешь пока, что пока себе новый там не сделаешь, с которого ты будешь писать. Для того, чтобы вот тех с мягким мышечком, которые ещё не совсем уверены, что, типа, как бы, изнасилование девочки в подворотне, это, типа, плохое дело. Они думают, что, может, не всё так однозначно, может, она юбку не ту одела, ёбта мать, и это дало право её выебать там в подворотне. Ну вот, да? У меня сейчас глаз задёргался от такого абсурдного примера, да? Ну вот, ну потому что люди, у кого чуть-чуть больше мышечок, чем у тебя, они это и так понимают. Так вот, для сомневающихся о том, что геноциды — это плохо, блядь, я тебя убрал нахуй из комментов. Вот. Слава Украине, героям слава. Шакаем пирамохи. И стрима, кстати, вечером. И собираем на камеру, не забываем.